здравствуйте северодвинцы мы снова попытаемся расставить для вас точки над ее хотя у нас конечно свой взгляд на все вещи основные события сейчас разворачивается вокруг так называемого народного референдума сила мнения которые в конце мая организует партия единая россия ну что ж по сути мы как бы помогаем уважаемым партийцам в этом демократическом деле рассказывая возможных выдвиженцев некоторые охранские политологи внимательно наблюдает за подготовкой к этому мероприятии уже делают некоторые выводы так в областном центре уже прозвучала в интернет-прессе мысль что на предварительных выборах все родвинске уже определились так сказать два эшелона ну напомню пока на референдум заявились 7 кандидатур ну как бы без должностей давайте и звание чтоб все были в равных условиях гмырин дятлов заборский подорский трухин фатеев шубцов так вот по мнению некоторых поморских интернетчиков первом эшелоне всего один человек действующий мэр северодвинска с которым кому-то конкурировать сложно слишком много всего в его так за политическом и управленческом багаже на во втором остальные шесть претендентов на движение в мэр от единой россии ну почти все как один бизнесмены которым надо как бы лишний раз посвятиться перед электораном перед депутатскими выборами в сентябре даже тот написал архангельский бизнес причем не только прозрачный законный придется иродвинск типа держись ребята продержимся и не такое бывало на улицах города появились огромные баннеры просим на референдуме поддержать мэра дятлова депутаты фатеева ну а что за референдум ведь так и не объясняется до сих пор это загадка для большинства гаража и вообще-то символика единой россии какой господин дятлов вообще-то член отсутствует да ни слова про нее может он участвовать в референдуме кпрф справедливая россия лдпр или какой-то там партии зеленых или партии спортсменов дятлов что стесняется своего членства в единой россии между прочим и в газетках посвященных команде а мы тоже нигде не нашли никаких упоминаний о партии а ведь он в областном собрании работает как раз во фракции единая россия кажется дятлов и прошел под ее флагом свое время в областное собрание не чучелом или тушкой а настоящим депутатом с депутатской неприкосновенностью вообще можно по-разному относиться к единой россии но вот откуда у депутата такое отношение к собственной партии ведь она вообще-то и организует референдум не грех это так-то и упомянуть но вот этот баннер вообще непонятен крупно референдум а внизу и все типа разрешаю гениально но если загадочный а хотел в конец запутать население это ну явно удалось кстати и тут единой россии которая организует референдум сила мнения даже и не пахнет кстати как мы говорили в одной из предыдущих передач господин дятлов по-видимому стесняется из собственного бизнеса в архангельске и в северодвинске о нем не говорит только о спорте а чё стесняться то на мой взгляд да не только на мой именно на бизнесменах предпринимателях в числе прочего числе прочего конечно сейчас и держится россия чего скромничать кстати еще раз о временах первоначального накопления капитала в россии то есть о 90-х один мой товарищ журналист из архангельска на днях сказал одета у вас северодвинске или хорошо или ничего типа как покойники извините хочешь узнать чем занимался дятов лихие 90-е да и не только а набери в интернет поисковике несколько слов но я набрал и вот что получилось заголовки материалов на разных сайтах о господине дятлове даже пугают как утюг на животе или паяльник в известном месте и тот же мой товарищ журналист рассказал очень короткий анекдот который родился тут то ли в архангельске то ли у нас мэр дятлов мэр кого хотя в принципе хочется верить все это все-таки в прошлом честно говоря за нынешним депутатом александром дятлова им числится немало действительно добрых и нужных дел особенно спортивной жизни северодвинска и вот тут опять интрига второго эшелона кандидатов заявившийся на участие в референдуме максим шубцов видимо как-то сомневается в организационных и спортивных талантах александра дятлова который несомненно есть под очередная газетка советская посвященный господину шубцову устами известного в прошлом боксера александра чаплинского вдруг немилосердно обрушилась именно на спортивную жизнь города корабелов под серодвинскому спорту о как это в числе прочего например о том что севмаз через свой дк запрашивает нереальную арендную плату за свой спортзал разве это нормально ну еще о том на мой взгляд что спорту серодвинске но полные кранты но там не кажется очень болезненный бросок такого каменюги в огород спортсмена александра дятлова который действительно делает северодвинске для спорта немало причем очень часто при содействии муниципалитета во всяком случае агитационные материалы упг организованы предвыборной группировки ну то есть просите команды дятлова команды а в основном посвящены как раз вообще спорту обратите внимание так во всех газетах в общем такое впечатление что референдум единой россии еще не начался а среди кандидатов из второго эшелона начался некий раздрай в общем к чему бы как говорят в определенных кругах такие предъявы на самом деле вот официальная справка на 31 декабря 2012 года в северодвинске в группах и секциях занималась физкультурой и спортом 25 тысяч пятьсот тридцать человек том числе на платной основе более 9 тысяч человек к слову это в целом почти на 8 тысяч больше чем несколько лет назад причем во всех муниципальных спортивных учреждениях занятия бесплатные ну какой ждут нокаут северодвинскому спорту скорее это все-таки развитие и в числе прочих спасибо александру дятлова что в меру сил старается спорт развивать ну заставим в покое другие пикантные подробности этой газеты ну например то что на фото максим шубцов сидит спиной к вечному огню чего никакой даже начинающий политик даже второго эшелона не допустит кстати если верить информации в интернете в свое время когда собирались всем миром средства на вечный огонь а он возводился отнюдь не из бюджетных то есть не из ваших с нами средства всем миром не дятлов не шубцов участие в финансировании строительства не приняли в прессе нет так не нашли а вот например областные депутаты михаил голышев и виктор казаринов приняли и огонь нашей памяти горит или фразы из биографические статьи о шубцове слишком много политиков в руководстве чего вы думали заводов а сельскости никакой тут вообще загадка это где господин шубцов на том же скажем севмаше политиков то нашел ну или редакционный заголовок праздник забытого прошлого 1 мая да никто этот праздник и не забыл вспомните сколько народа было на недавних первомайских мероприятиях даже депутат александр дятлов засветился причем очень пикантно на фоне плаката профсоюзной организации администрации северодвинска но зато честно порадовалась что максим шубцов хотя бы родом из северодвинска и отслужил в армии то есть отдал почетный долг родине и вообще из семерых участников будущего референдума только двое отслужили гмырин и шубцов но об остальных мы такой информации просто не нашли в открытой прессе хотя может она есть поправимся если что ну что ж может быть у остальных в эпоху первоначального накопления капитала то есть в лихие 90-е когда они были призывном возрасте просто были другие так сказать зла в общем второй эшелон референдума у нас весьма своеобразен ну да ладно хватит разным путем и хорошим ко мне на днях подошел в автобусе мужичок поддавший юрид слушай а если цена в передачку на теле не ведешь и руками машешь и глазами хлопаешь вроде интересно я ничего не понимаю сложно очень ладно будем проще у передачи есть традиционная очень простая веселые понятная всем архивная рубрика это эпизодик из любительского фильма который сделали северодвинской подводник и еще начале тех самых лихих 90-х финал восьмидесятых перестройка и гласность достигли апогея лодка завалена изданиями типа спид-инфо плейбой и пентхаус перед выходом в море на борт атомохода должна прибыть высокой комиссии штаба северного флота тогда еще краснознаменного будут особистые проверят введение секретного делопроизводства в боевых частях и службах старпом на всякий случай приказывает засекретить на грабле все подчистую вплоть до конспектов работ классиков марцизма кидри не фене в общем мечман начальник секретной части ходит по отсекам ляпает печати на все что шуршит и перелистывается штаб учетный номер запись в журнале регистрации и все сов секретно хранить вечно на пульте go ему под руку попадается аккуратно завернута в белую бумажку книжка штамп номер запись пультовики хихикают мечман для прикола засекретил дефицитный бестселлер кама с утра новинку сезона ну что ж это верно ведь электрический пульт на котором валяется книжка так и называется кама и надо же на следующий день особист из превышей комиссии спускается именно на пульт гео ему приходится тащить на проверку всю штатную секретную литературу первое он берет кама с утру листает выжимает плечами все очень чином штаб свеженький регистрация правильно замечаний нет но картин какие-то странные на технические схемы никак не тянут особисто задачен находчивые пультовики четко объясняют книга кама с утра получена на пульт кама по указанию свыше как пособие по новой методологии изучения электричества перестройка новое веяние метод ассоциативного анализа и синдеза и так далее в кама судре перечислено около 500 различных пост для этого самого а ведь вроде бы откуда в этой интимной сфере простору для фантазии взяться у человека только две руки и две ноги и всего одно это причинное место вариантов немного а гляди к этой на придумывали и головы сломаешь и все остальное так и электричество всего-то плюс с минусом довольцы с амперами а до смерти это явление затрахать может пол тысячи способов башку сломать запросто методика обучения тут одна поставленный тупик военной четкости объяснения особис только кивал головой так кто их разберет эти перестроечные новшества может действительно так и надо недавно встретился я со старым товарищем который в год живы на андромеде до сих пор служит она стоит на шестнадцатом пирсе так вот там до сих пор не знают как эту самую кама с утру уже изученной экипажем дадыр списать документа сов секретный не так просто это сделать а кроме того и жалко почти пока масса утре с большой большой фантазии прошедшие десятилетка на флоте прошла юмор и ирония это антикоррозийная добавка сплав флотской души которая никогда не зажареет и пусть срочное погружение в пучины военно-морской бывальщины закончится удачным всплытием ну что ж теперь наша передача выходит два раза в неделю по вторникам и четвергам после выпусков новостей смотрите и воспринимайте все с юмором ведь самые глупые вещи в этом мире совершаются серьезным выражением лица а самые эпохальные именно с улыбкой ничего не придумаем просто внимательно читаем открытую прессу удачи и и Субтитры подогнал «Симон»